Юз Олешковский в энциклопедии Русской Америки. Юз, у нас есть 15 минут, в которых главное это вы, разговор только о вас. Расскажите нам то, что вы хотите в эти 15 минут рассказать о себе. Ну, замечательно, однако в 80-летнюю жизнь не вложишь 15 минут, и жизнь моя не вся интересна, даже для меня самого. Основные какие-то вещи биографические и мои читатели, и слушатели, и пользователи сети знают. Я вам лучше расскажу о том, что в человеке, в принципе, живут два человека. Это человек и физиологически, и психологически, и духовно. То есть человек – это тело и дух, о душе говорить не будем. И вот я однажды понял, совершенно недавно, что дух мой гораздо моложе меня самого. Я не думал лет до 16 приблизительно вообще. Мысли никогда не было в моей голове. Это не значит, что я вел себя как недоумок. Вот наоборот, я был мальчишкой ужасно озорным, если не сказать, что чумовым. Не хотел учиться и так далее. И в какие-то моменты конкретной жизни, если нужно было отвечать или проявить находчивость и так далее, и так далее, я проявлял. Но мысли как таковой, как у некоторых моих приятелей, которые впоследствии стали очень крупными людьми и в науке, и в дипломатии, и в экономике, и так далее. Я не буду их перечислять, мои школьные друзья. А школу я, в общем, не кончила, просто прослушал пять классов практически. А остальное я уже оставался на второй год. Потом в седьмом учился три года. Потом экстерном прослушал десять классов, а издамин не издавал. Одним словом, я не думал. Но я вел себя как зверь. Где-нибудь на даче, у нас была дача под Москвой. И с какого-то времени, утром проснувшись, я лазил по кустарникам, по огороду, смотрел на ростки, смотрел на букашек, таракашек, бабочек и так далее. Любовался, естественно, природой, не понимая, что я ею любуюсь. То есть, чисто рефлексивного отношения к тому, что я вижу и чувствую, у меня не было. Не было обдумывания. А потом, с течением времени, не знаю каким образом, я начал писать стихи. Первый мой стишок в жизни был такой. По-моему, написано лет в 15. Не знаю почему. Америка хорошая, прекрасная страна. Многих знаменит все родины она. Простенькая со вкусом. Да, ну тогда еще не было никакой антиамериканской пропаганды, потому что это было, по-моему, чуть не во время войны, в конце 45-го года. А впоследствии, под влиянием, кстати, влюбленности таких платонических, надо сказать, в знакомых девушек, я начал пописывать и совершенствовать свое, скажем, стихосложенческое мастерство. И много читал, и уже задумывался над прочитанным, потому что читал философские книги без разбора. Я даже прочитал лет в 17 материализм и империокритицизм очень плохого философа Владимира Ильича Ульянова и так далее, и так далее. И по мере того, как я становился прозаиком, это уже после лагеря, я начинал думать, я чувствовал повзросление духа. Это повзросление требовало, естественно, пищи, так же, как растущий человек требует хлеба, сахара, соль, мяса, белков, протеинов, витаминов и так далее. И так далее. Значит, я думаю, что дух мой моложе меня лет на 20-25. Вот. И уже с течением времени, после того, как я... Вообще, после лагеря, после лагеря, я устроился, я кончил шоферские курсы, потому что сообразив, я понял, что ничто больше мне не светит, и ничего я больше не люблю. После лагеря это какой год? Это я освободился по амнистии после службы во флоте, ареста и наказания за уголовное преступление, угон машины. Я сидел до 50-го года. До 53-го года, пардон, когда подох Сталин, подох Гуталин, как мы кричали радостно. И приехал в Москву и стал, собственно, обустраиваться. Стал шофером, работал на аварийке раз в трое суток. Остальные, значит, сутки отработаю, и то я больше читал, чем работал. Если не было аварии, я возил работяг на аварии, включал там соответствующие всякие моторы, чтобы открывать огромные задвижки, водопроводные сети аварийные. Много читал, стал печатать детские рассказы, потому что у меня, собственно, был уже какой-то взгляд на действительность и на ее политическое состояние после лагеря. Потому что там я жил среди взрослых людей, даже антисоветчиков иногда, осужденных за такого рода дела, или невинные, или невинные, но тем не менее антисоветчиков. Я у них набирался чувство осознания политической реальности того мира, в котором я нахожусь. Его противоречий социальных, политических, опять же, гражданских, ну и так далее, и так далее. Я начал писать детские рассказы, смешные такие, они мне очень удавались литературно, их печатали. И я, собственно, всегда мечтал заняться профессионально-литературными делами и этим зарабатывать. Если мы к секраме вернемся, вот товарищ Сталин, когда это было написано? Это я сейчас расскажу. Ну, как раз вот песни я начал писать в лагере. Совершенно инстинктивно, потому что хотелось выйти от тоски, от тоски такого лирического, скорее, порядка, чем от тоски, связанной с хворобами тела или с недоеданием там и так далее. Тоска по Москве, тоска по прошлой жизни, ненависть к неволе, естественно. Вот все это вызвало в жизни пару песенок. Одна из них была такая подражательная, а другая – это уже был гимн свободы. Это единственное, что я написал, сочинил в лагере. В лагере же я переписывал со своим братом, и письма наши были очень взрослыми. Мы там рассуждали о чем-то, и брат мой, он младше меня на три с половиной года, он был положительным человеком, я считался всегда отрицательным. Он кончал университет, и мы с ним переписывались, обсуждали литературные дела и прочее. Никакой там политики не было, она, честно говоря, меня не интересовала. Я никогда не был диссидентом как таковым. Хотя в ящике у меня были уже антисоветские романы, такие как «Маскировка» – это пояс маленькая, «Кенгуру», «Рука» и так далее. Я, естественно, много читал, и тогда временами ко мне уже приходили мысли, но не тогда, когда я, скажем, одиночествовал, а тогда, когда я или сочинял, или мысленно с кем-нибудь беседовал, то есть практически это был диалог, или с моими друзьями, когда я открывался, они открывались, и начинал работать мозг, подпитываемый действительно духом. Я не буду сейчас вдаваться в то, что такое дух, тем более никто ничего не знает, тот не видим, мы только замечаем симптомы его присутствия в себе, и условно-символически называем это явление, этот феномен, называем духом. И, естественно, думалось всё чаще и чаще. Это такое же моё свойство, что мне нужен или мысленный собеседник, или практический, или персонаж какого-нибудь сочинения. Тогда у меня мгновенно, как у шахматиста в уме прокручиваются тысячи вариантов и выбирается оптимальный, у меня выбирается какая-нибудь черта образа или какой-нибудь очередной сюжетный ход. А их, например, было сто, а я выбираю и сто один. И причём это мгновенно. Это всё в процессе творчества. И одновременно рождаются какие-то мысли, оформляющиеся синтаксически, лингвистически, естественно, ибо без языка это тоже мысль, как у животного. Вот, собственно, о чём я хочу сказать всем, кто меня читается или залазит в сеть и так далее, и так далее, и так далее, как любил говорить Бродский. Человек, между прочим, оказавший колоссальное влияние на развитие и моего вкуса, и взглядов на жизнь, и на мысль как таковую. Оказавший влияние хотя бы одним тем, чтобы мы с ним общались совершенно свободно. Он, естественно, как поэт, да причём поэт гениальный, умел параллельно и вести с тобой разговор чёрт знает о чём. От всего. От секса до вина или до поэзии. И одновременно он доходился где-то там, в своих империях. Одна сторона его существа обмозговывала строчки, по-моему, или вылавливала из какого-то смутного, из смутных очертаний то ли музыки, то ли языка, вылавливала то, что потом станет явным в стихотворениях. Я, естественно, бессознательно же этому учился и занимаюсь своими собственными текстами. Но, скажем, духовная биография писателя – это одно. Духовная биография человека несколько другое, хотя обе они тесно связаны. Я так часто об этом говорю только потому, что масса людей не замечает того, что присутствует в них дух. В крайнем случае они называют дух душою, а душу называют духом, тогда как это, в общем-то, разные явления и метафизически, и психологически. И я думаю, что... Мне бы хотелось, чтобы многие слушающие меня люди задумались об этой проблеме, может быть, открыли что-нибудь для себя. А как вы считаете, много ли вот таких духовных людей? Потому что очень много бездуховных. Только вы сейчас об этом говорите. Есть и бездуховные абсолютно личности, но я бы не ставил на всех крест. Вот. Потому что духовность в человеке можно пробудить даже в самом, казалось бы, некультурном. Я встречал крестьян, которые одновременно были духовными людьми, не потому что они говорили о религиозных текстах, там, скажем, и так далее. Чувствовалось по их отношению к колосу, который он взял в руку, крестьянин. Чувствовалось, что он им наслаждается, как поэт, наслаждается цветком. Он наслаждается продуктом труда своего. Он философ одновременно, потому что подумать о том, как из зерна вырастает колос, а их там миллиарды этих колосев и все одного роста, человек бессознательно становится философом. Это значит, в нем говорит дух. Его взгляд на небо отличается от взгляда на небо художника. Тем не менее, крестьянин, простой человек, духовный человек, не менее культурен и не менее поэт, чем тот, кто пишет стихи о небе. Но интеллект повышает духовность, на ваш взгляд? Но интеллект это, безусловно, каким-то образом вспомогательно помогает духовной жизни, делает ее многогранным, потому что тот же крестьянин не будет читать Шопенгауэра или Ницше, или Романа Астафьева, или Набокова, Пушкина. Мало я мог бы назвать миллион людей. Безусловно, интеллект расширяет возможности духа при познании человеком и его, и иных своих возможностей. Юс, вы чувствуете, что вы счастливый человек? Я благодарен. Я вообще определил, что такое счастье. Может быть, другие люди сами до этого доходят. По-моему, счастье это благодарность создателю, творцу абсолютно за все в твоей судьбе. И за удачи, и за неудачи. Вот. Я счастлив, когда я смотрю на цветок, на собаку, на друга, с которым мне приятно, на женщину, которую я люблю, вот, на мир меня окружающий, на то, что у меня есть муза, у меня есть любимый труд. Вот, собственно, и все. Оснований для счастья много. Оснований для несчастья гораздо меньше, но бывают и о них, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok